Всем привет! Приехала ко мне паяльная станция HAKA FX100, индукционная, из Японии. Заказывал я через InYapan.ru, поэтому упаковка у меня уже немножко потеряла некоторые части. Думаю, это не столь важно. Так, смотрим, что здесь есть. Здесь есть комплект поставки. Какая-то регистрационная форма. Так, дальше. Дальше, что мы здесь видим? Так, это подставка. Подставка в комплекте с губкой, с очищающей спиралью. Металлическая, за исключением нижней части. Так, вот она должна открываться. Сейчас попробуем. Да, открывается, чистится и назад закрывается. Так, дальше. Дальше у нас... Сетевой провод. Кстати, сразу скажу, что станция на 100 вольт. Ну, я буду питать ее от 110, думаю, ничего страшного. В комплекте сетевой провод. Кстати, очень-таки качественный, толстый и приятный на ощупь. Так, дальше. Дальше у нас... Идет... Собственно, сам паяльник. Вот эта часть у него резиновая. Жал, точнее, наконечника в комплекте нет. Но... Я думаю, что это не беда. Уже заказал. Но продемонстрировать работу вам его сегодня не смогу. Провод здесь идет жаростойкий. Просто так его не расплавишь. Так, давайте посмотрим, как оно... Держится хорошо. Так, дальше. Это резиновая лопатка. Выглядит как лопатка. На самом деле, это для того, чтобы вытаскивать горячее жало. Так, ну и... Что у нас еще из мелочи? Это... Резинки. Резинки сменные. Честно говоря, не вижу смысла в них. Ладно, дальше. Ну и самое интересное... Это, собственно... Станция. Кстати, меня удивило то, что... Выполнена она из металла. Я думал, что из пластмассы. Довольно-таки увесистая. И выглядит как пластмассовая. Но сделана из металла. Так, здесь... Здесь... Дата. Выпуск. И, кстати, модель точная. Вот этого комплекта. HAKA FX100-81. Вот такая вот станция. Думаю, что в следующей части... Если жало благополучно дойдут до меня, мы попробуем ей что-нибудь попаять. Ну, а на сегодня все. С вами был Денис. КОНЕЦ! Да! КОНЕЦ! Польшое! Постоянь.